Не повезло. Красноярскому хоккейному клубу «Юнисей» не удалось одержать победу над подмосковным «Зорким». Моментов и ворот соперников красноярские спортсмены создавали столько, что, казалось бы, хватило бы на несколько игр вперед. Но ворота «Зоркова» казались как будто бы заковдованными. Эту игру стали многие. Посмотреть на битву «Титанов» российского «Бенди» собрался почти полный стадион. Жители города пришли семьями. Благо, каждого второго пускали бесплатно. Чиновники оставили сорочки и галстуки в своих гардеробах и пришли по-простому насладиться праздником хоккея. Думаешь, не только с утра, а, наверное, и с вечера. Желаешь, желаешь. Я думаю, я почему-то верю, что когда люди объединяются в одном желании, в одном порыве, это дает помощь, это однозначно. С начала первого тайма команды проводили атаки одну за одной. Игра была почти равной, разве что гости лучше отрабатывали в защите. Счет открылся только ближе к середине матча. Его размочил Зорки, отправив хоккеистов Енисея в раздевалку, думать над ошибками, а красноярских болельщиков на перерыв переживать за своих. Прошел первый тайм. Мы его ожидали. Я думаю, что Енисей сейчас сделает определенные выводы. Тренер даст дополнительные установки. Я думаю, что Енисей должен выиграть. Но то, что Сергей Ломанов сказал подопечным перед вторым таймом, сработало не сразу. Енисей пропустил еще трижды перед тем, как начал отыгрываться. Нам нужно добавить скорости, немножко скорости. И у меня атака было не два-три, не два человека, а немножко мощнее. В итоге красноярцам удалось забить лишь дважды. Финальный счет встречи 2-4. Это была очень жесткая игра. Енисей очень сильная команда. Матч с ними каждый раз сложнейший в чемпионате. В этот раз мы просто лучше показали себя в защите, и нам удалось победить. Таким образом, Дзюрки закрепляет свое лидерство в турнирной таблице. Теперь Енисей отделяют от подмосковного клуба 5 очков. Но, как говорят эксперты, расстраиваться, конечно, пока рано. Ведь в регулярном чемпионате между двумя лидерами все решается в серии плей-офф. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой телефон 292-6-3-1. Либо пишите нам на сайт afontov.ru. Виктор Самузенко, Андрей Гуров. Афонтова. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok